Всем привет! Опять я вышел вечером. И так пасмурная погода, дождливо, довольно темно. Так сейчас еще самые короткие дни начались. Года, конец декабря, и темнеет рано, уже около пяти с лишним вечера. И темнеет, а сейчас уже пятый час, четыре с лишним. Но все-таки, как говорится, руки чашутся, что-нибудь поснимать выйти. Вот как освободился, да, возможность появилась, вышел. И сейчас попробую посетить одну заброшку, которая находится довольно близко. А проблема в том, что мне не с кем идти, а говорят, там бомжи живут. Ну, короче, они незваным гостям, наверное, не рады будут. На улице такая темень стоит вокруг, мрачновато, так что внутри вообще думать им надо. Но я взял фонарик. Так-то бомжи само по себе ничего страшного, что они там будут. Ну, блин, сидит чувак в хате, жить негде, типа, бухает может там. Но просто незваным гостям кто рад будет, тем более с камерой и фонариком. Я бы, например, если бы я бомжевал в заброшке где-то там постоянно, и туда какой-то хмырь приперся, я бы, наверное, погнал его. Ну, или как минимум не трешулюбингу. Если это, конечно, не другой бомж, который нормально себя ведет. И может скинуться на бутылку. Или на булку хлеба. Ну, как погрузиться в атмосферу бомжата. Нужно держаться вместе и помогать друг другу. Ну, верно. Хотя, может, одному легче фиг знать. Вот это здание. Оно тут так четко кустами заросло, что его даже до сих пор не снесли. Меня тут всегда не было. Офигеть, здесь темно. Надо вооружаться фонариком сразу. Где-то полпятого вечера уже темнеет. Тут паленым так воняет, как будто здесь сгорело что-то. Блин, еще как... Я даже не знаю планировку здания, где тут подняться. Тут, короче, два этажа. Включаю фонарь, а то нифига не видно на камере. У меня такое как видно. Бампера лежат от машин. Как тут мрачно. Офигеть. Здесь офигеть. Тут пожар как будто был. Темный тоннель. Вот, если и длинный, и лужи стоят... Блин, ладно, я молчу. А то я просто задолбаю на видео. Наверное, как идиот буду. Ну, реально, такие эмоции. Это как бетонное здание после пожара. Пропахло с дымом. Выглядит страшно. Капает с крыши. Блин. На стене надпись «Помогите». Надо с кем-то сюда идти. Что-то мне, не знаю, страхово одному берется сюда. Может, до друга сбегать. С ним сюда прийти. Секунд, блин, да? Комнат довольно много. Обшивки, бампера. Ну, бампера, что здесь валяют? Башмаки, бутылки. Бампера, понятно, здесь недалеко автомойка. Ну, наверное, они и сервисом немного занимаются. Бампера меняют. Так, чуть по кузову работают. А ломаные сюда сбрасывают, чтобы на свалку не тащить. Вот такая комнатка. Я хотел на второй этаж или на крышу залезть, но, блин, этот темный коридор, лужи на полу, один, надпись. Что-то мне как-то неприкольно стало. Не, ну в чем-то, в чем-то, конечно, интересно. Дыра проломана в стене, как ход какой-то тайный. Положу пока фонарик на место. Пойду до друга тогда залезу. А в итоге на улице-то еще особо не темно. Здесь-то довольно неплохая еще видимость на улице. А внутри уже нифига не видно. На первом этаже, он за кустами, еще и от погоревшего потолка и стен черных. Выхожу оттуда, сую фонарик обратно в рюкзак. Закопался там, не мог его застегнуть. Поднимаю взгляд, а оказывается, на меня пацан смотрит, стоит в кустах. Не знаю, что он там делал. Но, наверное, наверное, поссать зашел в кусты. Судя по взгляду, он тоже не ожидал меня увидеть. Примерно так же, как я его пришел до друга. Но, насколько знаю, у него сломан звонок. А дом далеко от ворот. Так что сейчас, наверное, буду штурмовать ворот в переласку. Я забыл сказать, что у него куча собак. Куш! 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 Ничего себе, взломился к человеку. А его на месте нет. Ну, сейчас буду звонить. А, что звонить-то? Блин! Собрался ему звонить, а смартфон здесь лежит. Ну, посижу тогда, подожду. Может, ненадолго вышел. На самом деле, я ему звонился, не говорил, что зайду. Он подтвердился. Норм. Прихожу, его нет. Склад фонариков. У меня тоже таких два есть. Они такие умирающие, эти фонарики. Постоянно чахнут. Ладно, ждем. Ну, вот, допустим, вот этот друг. Добавим к нему вот этого друга. И пусть дружат. Да. И при этом всем можно позвонить, и всем в видеоконференцию, все это бесплатно. Да что ты все снимаешь? Меня это не раздражает. Больше так не делай. Доры лаборатории, вот, видишь, подземные все. Ой, да что такое вообще? Это карта. Она тут, короче говоря, по кексам. Мне вот эта штука напоминает викторию для ремонта жестких дисков в ДОС-режиме. Ну, извините, тут просто никаких спрайтов. Тут можно иметь свои одежды, какие одежды выше-ниже надевать. и все такое прочее. Очень продуманная игра. А насчет слоев, там имеет смысл трусы носить, например? Ну, нижняя, верхняя одежда, какие-то. Ну, вообще имеет смысл, если носить, например, трусы на штаны, трусы будут получать первый урон. И они будут блокировать удар первыми. Классно. Ну да, то есть тебе попали трусы, пробили штаны и попали там по телу, где это надо. О, ты рыбу ел. Извините, она такого качества была, что я просто не мог ее не поесть. Мама там какую-то селедку с пустядерной купила. Вообще офигенно. Если будут утечки памяти, станция начинает жрать больше, чем третий кризис, потом два третих кризиса, потом три третих кризиса. Бухлом, Точнее, бухариками. Ну, вообще-то, знаешь, что там внутри? Нет. А, винодей, да? Хм, так что они всегда под кайфом, глядят. Палычки какие-то. Стоят какие-то тетки и перегаром так несет неприятного, как от алкашей пропитых несет. Воню. Да, пока сидели, там стемнело. На самом деле, долговато сидели, и я там, наверное, около пяти-десяти минут пробыл. Пришел домой. Тупо, конечно, что я развернулся в заброшки и назад пошел. Как-то стыдновато за это. С другой стороны, это разумно, потому что одному туда идти что-то уж совсем было не прикольно. Там так мрачно. И лучше уж с кем-нибудь туда пойду. Либо в более яркий и солнечный денек, чтобы немножко хоть попадалось туда света. С двух шоками, три. Совсем туго стало. Уже даже бэушные тяжело найти. А у меня рабочих осталось совсем немного. И уже их не только в магазинах и в треке, в МВидео перестали продавать. И бэушные уже тяжело найти. О, коты! Ты что сюда залез? Дверь открыл? Привет вам! Не, я как раз давно не пил. Борис, животное! Эй, Борис, животное! Просто, Борис! Эй, Борис, животное! Посидели, поиграли, посмотрели фильмы. Классненько. Люди в чёрном 3. Если есть желание у кого, посмотрите. Хороший фильмец. Всем пока!